Накануне в Академическом районе Екатеринбурга на улице Вильгель Мадугенина легковушка, входя в поворот на приличной скорости, бортанула подрезавшую ее попутную машину, красную «Шевроле Орландо», и от удара задней кормой врезалась фонарный столб, закрутившись на асфальте. Внешняя авария выглядела угрожающе жуткой, но, к счастью, в белом авто «Тойота Марк 2» никто телом не пострадал. О нервном потрясении, разумеется, и речи не идет. Наверняка все соучастники ДТП адреналина хапнули по самой ноздри. Крутой дорожный переплет попал под прицелы сразу двух камер – уличной, поднебесной и вполне земной монтированный видеорегистратор попутного авто. Но, несмотря на это, в соцсетях, в комментах разгорелись споры на извечную тему, кто виноват. И, несмотря на жаркие дебаты, однозначного ответа пока нет. Казалось бы, все предельно просто. Красный автомобиль «Компакт Вэн» «Шевроле Орландо» начал перестраиваться на правую полосу с намерением повернуть. Но по ней мчался белый автомобиль «Тойота Марк 2». Он покасательно ударил «Компакт Вэн», что было дальше, вы уже видели. Но неоднозначность ситуации в том, что на съемках с видео хорошо видно, что справа выделенная полоса, которая заканчивалась как раз на повороте, в том месте, где «Шевролева» желала перестроиться. Но пилот, вероятно, не посмотрел в правое зеркало заднего вида, за что и поплатился разбитым железом. Насколько уместным было нахождение спортседана на выделенке – это второй вопрос для дознания. Хотя, возможно, за кадром остались детали, о которых ни наши эксперты, ни комментаторы пока ничего не знают. Продолжение следует...